МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый день для нашей героини непредсказуем и загружен под завязку. Работа в режиме нон-стоп. Имеет большой опыт как депутат городского маслехата, руководитель Акжаик Адалда Каланна, финансист и просто общественник. Где бы она ни трудилась, все вокруг сразу преобразовывалось и шло в гору. Поэтому за свои заслуги награждена медалью за трудовое отличие, различными благодарственными письмами от президента Республики Казахстан, министра здравоохранения Казахстан, председателя агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, Акимов области и многими наградами. Мы рады представить вам, дорогие телезрители, сегодня в передаче «Дорога жизни» яркую представительницу клуба заслуженных женщин при Урале Салиеву Алью Утемисовну. Мы рады приветствовать вас сегодня в нашей передаче. Выглядите потрясающе. Спасибо. Эффектно, красиво, впрочем, как и всегда. Спасибо большое, Лаура, что пригласили. Я тоже рада вас видеть. Алья Утемисовна, когда-то вы мечтали о заслуженном отдыхе, представляли спокойную жизнь на пенсии, но до сих пор у вас душа не на месте. Вы болеете за проблемы нашего города, всегда в движении, всегда в делах. Нам известно, что вы родились в Уральске, здесь окончили школу, институт, и после получили образование в Москве. Вначале хотелось бы все-таки, чтобы мы окунулись ваше детство, именно в те годы, когда вы были совсем ребенком. Расскажите нам, пожалуйста, о своей семье. Кем вы мечтали стать в детстве, юности? К чему стремились? Спасибо, конечно. Это интересно. Дело в том, что я, конечно, родилась в прошлом веке, совсем в другой стране. И для меня мое детство абсолютно такое счастливое, солнечное, приятное, потому что я выросла в такой хорошей, доброй семье. У нас была бабушка, мама, папа, братья, братишка. И это было такое безмятежное время, где ни о чем не заботишься. И у нас, я помню, до сих пор в городе Уральске были арыки, они всегда журчали, цвели акации. Это было удивительное время. И, конечно, родители работали, я больше времени проводила со своей бабушкой, она к тому времени была уже слепая. И в то время как-то давали людям, которые инвалиды по зрениям, собаку-поводырь, я помню собаку, это Рекс, который жил с нами и, в общем-то, оказывал огромную помощь не только бабушке, но и мне. Их обучали специально. И я хочу сказать, что тоже, наверное, тоже повлияло на детство мое яркое вспоминание. Это именно общение тоже с животными, домашними животными тоже немаловажно. Одно-то было время другое, конечно. Мама у меня тоже защищала диссертацию кандидата экономической наук в Ленинграде. Она была первой женщиной казахской, которая защитилась. У нее научный руководитель был министр финансов Зверев. Это еще в 1948 году проводил послевоенная реформа денег. Его еще и называли тоже сподвижник того времени и послевоенно-тяжелого времени. И мама была, не на ураза, не на ураза, была у нее аспиранткой, защитила диссертацию. К тому же тогда же было конец 50-х годов, уже необходимо было взращивать на национальные кадры. Именно квоты тоже женскую выводили, чтобы женщина именно национальная, представительница нашей области, уехала учиться в Московскую финансовую академию. И им давали самых таких известных руководителей. Вот этот Зверев, министр финансов Союза СССР, он как раз взял ее как аспиранткой, был ее научным руководителем. Тема тоже была интересная, которую, наверное, тоже оказал на меня последующее формирование местных бюджетов. Тогда вот, послевоенные, может быть. Поэтому, конечно, отец у меня участник Великой Отечественной войны, дошел до Берлина, имеет множество различных наград. Но он ушел рано из жизни, в 82-м году. Ну, тяжелое было ранение. В нашей семье, кроме меня, старшие были два брата, но они погибли, как офицеры. А что случилось? Но старший брат у меня был, закончил высшие военно-химические войска в Саратове. В общем, офицер химических войск. Второй брат у меня закончил в Краснодарском финансовом военном училище, но потом работал КГБ пограничных войск где-то в Амурской области. Но, как бы, тогда все это было очень засекречено, не сказали. Так получилось, что старший брат погиб в 79-м году, второй брат уже в 88-м году, и обоим было 33 года. И они погибли, будучи офицерами, здоровыми ребятами. И пишут, выполняю служебный долг. Поэтому больше мы ничего не знаем. После меня еще есть братишка, он тоже подполкован в отставке. Он работал... То есть вся семья военная. Да, да. Я единственная пошла в маму. Мама кандидата в экономический наук. Я тоже кандидат в экономический наук. Наверное, это было таким большим горем для вашей семьи, как мама пережила. Это ужасно, да. Я сейчас это все вспоминаю. У меня до сих пор дрожь идет, и голос дрожит, потому что это было... Мне как раз было 19 лет, когда старший брат погиб, а у него семья, вот, два сына, и сноха тоже вот была в положении. Уже племянница родилась после похорон, так будем говорить сейчас. Вот, брат 48-го года рождения. И сноха моя, Сауля Уразова, она супруга моего, старший брат, осталась с мамой. С мамой. И мы всей семьей, значит, воспитывали двух племянников и племянница, которая родилась позже, уже после смерти. Ну, похороны. То есть вы чувствовали такую большую ответственность за их семью и всячески старались помогать. Да, конечно, конечно. На тот момент вам было сколько лет? Ну, 19 лет я только... Кстати, я в 19 лет еще стала депутатом, тогда называлась народной депутатой, областного народного депутата, в 19 лет будучи студенткой. И даже возглавляла, тогда была постоянная комиссия по делам молодежи. То есть вы были такой активисткой. Да, пришлось. Касовец, комсомолк, спортсменка, это про вас на этом было сказано. Да, и, кстати, тогда у нас такое время было, каджистов ничего такого не было, поэтому я занималась спортом, все сдавали на ГТО, и я хорошо бегала, и марафон, и спринт я бегала в свое время 100 метров за 11 секунд, это был почти мировой рекорд, как вспомню сейчас интересно, период был в жизни. Ну, у нас такое время было, нужно было спортом заниматься, здоровый образ жизни, такой был период больше, заниматься было нечем. Книги читали много, телевидение у нас тоже было. Я помню, в нашем доме первый появился телевизор, такой небольшой, черно-белый, и все соседи приходили смотреть нашу комнату, и мы все вечером смотрели телевизор. Поэтому в то время такое немножко было, может быть, это было хорошее время, когда ты больше читаешь, больше занимаешься спортом, да. И летом, конечно, нас всех отправляли в пионерские лагеря, тогда это совсем, я так поняла, для моих родителей, это было совсем, и для всех, не только для моих, для всех людей, было это достаточно доступным. и отправляли нас на целый месяц, а то и некоторых даже на целые три месяца. Там тоже, конечно, спорт, плавание, спорт, мы, я помню, даже на улице спали. То есть, совсем другое время, период такой, другой, я вот себя считаю счастливым человеком, что как-то вот и там побывала, и сейчас, в современном, уже Казахстане независимом. В 88-м году, я уже была в Москве, училась, в аспирантуре, и мне стало известно, что мой второй брат тоже погиб. Поэтому, конечно, это все очень тяжко, мама, я сейчас понимаю, я тогда, может, не очень понимала, сейчас-то, вот, тяжело мне, как она перенесла все это. Потому, ну, видишь, как нельзя было расслабляться. К тому времени, уже в 82-м году, отец ушел из жизни, и надо было детей восстановить, ну, ставить на ноги. И все те какие-то сбережения, которые мама сохранила, они уже обесценились, вот, и я приехала уже к готовым специалистам. Вы на тот момент уже получили степень кандидата экономических наук. Это уже для молодого возраста, это большое достижение. И по приезду вам дали большую квартиру. Ну, в то время, да. И предложили должность заместителя начальника финансового отдела. Да, я до этого уже работала, и поехала учиться в Москву как по отработке, скажем, как направлении. И у меня сохранила зарплата, и это было все бесплатно, учеба и все прочее. Мы жили в гостинице, такого, ну, общежития городского, это, квартиру, типа, как называют. И, конечно, я уже приехала к готовым специалистам, и меня ждали. И я помню, Гартман был такой, тогда назывался областополком, и он мне сказал, что вот, иди зам областного финансового отдела. Это тогда зам, это был по госдоходам, это теперешние налоговые. Вот. Ну, как раз это все время такое, вот уже, я-то приехала в 91-м году. Вся большая семья, и семья брата, все оказались, как бы, в такой тяжелой финансовой ситуации. Вот так будем говорить. И пришлось мне идти, вот, как бы, тогда мне предложили к опытному специалисту, или как к знающему специалисту возглавить, тогда здесь открывался филиал Казкоммерсбанк. Это вот 93-й год, что ли, это и в марте меня позвали, а где-то пока это все организовывалось, зарплату я только получила позже, но надо было организовывать, я поэтому всегда вспоминаю Гара Баба Псатыровича Абсатирова, моего зама, потому что я была не очень-то опытная в банковских делах, и в лесу Хамедуну, Кажумова, который главный бухгалтер, без этих важных людей не состоялся пока с Казкоммерсбанком, филиал того времени. Вот. Но к тому времени у меня уже подрастала дочь, она как раз пошла в первый класс, и, естественно, работая там, в банке, так будем говорить, вот поднимая его, создавая его, филиал здесь в Уральске, практически мою дочку воспитывали мои домашние, будем так говорить, моя снаха Сауля, которая вот осталась с тобой, мама, вот, а я вот с утра до вечера пропадал на работе, но... То есть, ну, можно ведь сказать, что весь дом держался на вас, то есть вы помогали... Фактически, я бы сказала, что только финансовая страна, да, того времени, того времени, и мне удалось, конечно, вот, содержать эту большую семью, и, как, кормить, потому что, сами знаете, тогда, может, вы еще маленькая были, но там ужасно, я помню, у меня было 100 рублей, я думаю, о, это большие деньги, я утром на эти 100 рублей я даже не могла двух карасиков купить, настолько это была инфляция, и даже у мамы было сбережение 10 тысяч рублей по тем временам, и она думала, что будет очень состоятельная пенсионерка, между прочим, союзного значения, пенсия у нее была хорошая, но на эти 10 тысяч она только смогла купить 2 килограмма колбасы и заплакала в то время, это было вот сейчас смешно вспоминать, но были такие времена, поэтому я иногда, когда вижу трудности вот теперешнего периода, да, сужая инфляция, подорожание, все прочее, прочее, иногда думаю, как мы тогда выжили, может быть, действительно сыграло роль, то, что я работала и зарабатывала достаточно по тем временам хорошие деньги, будем так говорить, да. Леонид Тимисовна, со временем вам предложили стать директором коммерцбанка, как вы пришли к этой должности, расскажите. Вы знаете, вообще-то, можно сказать, случайно, потому что у меня не было такого опыта работы в банке, но тогда объявили конкурс, и приехали там представители, и, конечно, я была не самым таким проходящей кандидатурой, там, во-первых, требование было, чтобы был парень, вот там была для меня до Варния, с опытом работы два года в банках, а я была третьей, опять же, как бы, девушка, и не имею опыта работы, и поэтому, ну, они так сказали, что давайте так, вам дадим такие условия, кто первый откроет корсчет, краспадетский счет, когда открывали в национальном банке, тот и будет директором, но моя мама, Мадина, у разума такой, она сказала, ты куда лезешь, это же банк, это тебе, это вообще другой мир, это очень сложная работа, это во многом подсудные дела, там же, может быть, деньги клиентов, и она сказала, что я знаю Гороба Апсатировича Апсатирова, он сейчас на пенсии, но он всю жизнь проработал в банке, опытнейший человек, я с ним поговорю, если он согласится быть твоим замом, то тогда, конечно, ты иди, а так ты не иди, ты, это, А мнение мамы было для вас важным? Ну да, потому что она очень сильно испугалась, она сказала, даже я опытный финансист, ну а вы не боялись тот момент, то есть готовы были взять на себя такую ношу? что говорят же недаром, опыт сын ошибок трудных, да, я тогда вообще ничего не боялась, вот сейчас мне предложили быть директором банка, я на них буду долго думать, понимаете, у меня есть опыт, я знаю, как это сложно, я знаю, какие сейчас вопросы, проблемы и так далее, да, а тут нет, вы были такая смелая, поэтому молодые люди, я встретилась с Горобом Апсатировичем, сейчас, как помню, вот где сейчас памятник Абай, тогда стоял памятник Ленину, мы стоим под его рукой, вытянутые, этот фрагмент вам то есть запомнился? да, и он мне говорит, первый раз вижу такого директора банка, которого нету ни офиса, то есть вам приходилось все поднимать с нуля? да, он мне сказал, Алья, давай ищи помещение, вот, а я, говорит, буду искать главного бухгалтера, либо главный, этот корреспондентский счет, невозможно открыть, и тогда он пошел в свой заводской банк, такой был банк, и в лесах Медонова-Кожума, в то время работала заместителем главного бухгалтера, она, конечно, сидела хорошо, банк был известный такой, советские времена, ему там 70 лет, этому банку, какой-то, какой-то Казкомерсбанк, еще я была такая худенькая и юная в свои 32 года, я выглядела очень молодо, и нас потом смеялись, называли старики, женщины и дети, то есть дети и я в виде директора. Я не знаю, каким-то чудом Горобов Сатырьевичу удалось уговорить Валису Хамедун, но она потом сказала, что я не могла отказать моему учителю, потому что я тоже пришла со ученицей, и он меня вот это, а так бы я, говорит, никогда бы не рискнулась с хорошего, уже работающего с клиентской базой, да, с доходным, богатым банком, перейти непонятно куда, да, непонятно, кто директор. Ну, и, конечно, благодаря вот этим людям, и я тоже, мы очень хорошо стали работать, я больше занималась привлечением клиентов, и к нам, нам удалось привлечь, тогда был ликероводочный завод, Жукиев такой был директор, который согласился открыть наш счет, а это было почти 70% налогов тогда, то есть это был самый крупный клиент в нашей области, и благодаря вот приходам таких больших клиентов, подтянулись другие клиенты, и у меня были опытные специалисты, и мои замы, и мой главный бухгалтер, опытнейшие люди, я бы сказала, легенды банковской структуры, они сумели привлечь хороших специалистов, ну, тогда уже все ломалось, и то, что было раньше, уже все отменялось, новое еще не создалось, в общем, это было такое жуткое время, непонятное, но мне благодаря вот опыту, и что я благодарна судьбе, что мне попадались люди, которые всегда говорили бы честным, порядочным, что бы ни случилось, не брать чужое, не заниматься вот такими вещами, которые бы, ну, потом было тебе стыдно, вот, и Гораб Сатаревич, Валерий Сахмедов, это честнейшие, благороднейшие люди, которые, вот, как бы, воспитали такой подход, и, наверное, это тоже сыграло большую роль, мы тогда очень хорошо работали с клиентами, то есть, честно, там были очень много... То есть у вас была такая дружная, сплоченная команда, один за всех, и все за одного, клиенты были разные, в том числе, это были успешные предприниматели, с которыми вам удалось наладить. Их еще не было, еще были отголоски тех советских этих, малый и средний бизнес, как такового еще не было, она возрождалась, только создавалась, Это было, это отдельно нужно для этого передачи, потому что это длинная, большая история, наши страны, я бы сказала, не только мои, там, и обмен денег, это и тогда разрушились все экономические связи, и наши деньги, наши клиенты не могли переводить деньги в другие страны, в ту же Россию, ну, это страшная там история, но тем не менее, у вас остались светлые воспоминания о том времени, несмотря ни на какие трудности. Я думаю, что я всегда говорю, да, может быть, не очень хорошо, чем хуже, тем лучше, чем сложнее какие-то вопросы и проблемы, вот, допустим, интересно же, решать трудные задачи, да, вот чем легкие задачи, как-то, а когда задачка трудная, появляется азартный интерес, и я поняла, что все-таки не всегда трудности должны пугать человека, и эти трудности, наоборот, должны собрать твои все силы, или какие-то в тебе заложенные, то есть скрываются даже те качества, которые ты даже не подозревал. Трудности закаляют, наверное, жизнь. Обостряют, обостряют, и ты в себе находишь какие-то сильные, непонятные какие-то ранее, незнакомые, какие-то внутренние резервы, и раскрывается человек. Спасибо, Олега Тимисовна, вы производите впечатление такой сильной, независимой женщины, а ведь женщинам часто хочется быть слабыми, беспомощными, но все перекладывать на мужские плечи, согласитесь? Ну вот каково быть сильной женщиной наравне вот с мужчинами, и какова цена этой силы? Знаете, Лаура, я где-то прочитала, что никогда не верчишь, что когда женщина говорит, что она сильная. Сила женщины в ее слабости? Да, да, в ее слабости, и женщина больше, скорее всего, психологически, наверное, сильнее, да? Мужчина, он больше физически, в этом плане, быть может еще, да, может поспорить, но ситуация так складывается, что когда ты оказываешься в такой жизненной ситуации, когда вот, ну, совсем уже, как бы нету источников дохода, страна рушится, нету работы, ничего нету, одна только инфляция, да? Все твои сбережения, они ничего не стоят, обостряются какие-то внутренние резервы, и мужчины, как правило, в данном случае, я тогда помню мои все многие друзья, которые были инженером на заводе, да, там занимали, они что-то так сильно испугались и переживали, а женщина взяла вот эти клетчатые эти сумки и пошла продавать, и я думаю, что тогда же экономику спасли женщины, они привезли откуда-то из Китая, я не знаю, откуда-то из Польши, какие-то товары, продукты, и стали торговать, я знаю таких людей, у которых было два-три высших образования, которые владели инженскими языками, они стояли на рынке и продавали, в этом плане, да. В дальнейшем ваша жизнь сложилась таким образом, что вы активно внедряли свои знания на полученных должностях и с годами понимали, что в обществе есть проблемы и важно их проанализировать и также решать. Насколько нам известно, вы баллотировались в депутаты городского Маслихата и стали активно заниматься общественной работой. Что вас привело к этому? Во-первых, я работала в различных банках, потом в фонде Дому, и, честно сказать, я, в общем-то, знала только вот этот круг предпринимателей, да, и знала их проблемы и так далее, и тому подобное. Но потом, когда вот я занялась общественной работой, я и стала знакомиться с людьми, которые занимаются общественной деятельностью, что у нас очень много людей, которые действительно находятся в трудной жизненной ситуации. я узнала, что у нас очень много есть и рождаются до сих пор, к сожалению, инвалиды, дети, что есть люди, которые, ну, в общем-то, то есть, как бы я увидел другую сторону жизни, понимаете, тогда мне предложили, вот, я помню, Алтная Галимовна с Калиева, вот они, Гражданский альянс, я вот как-то сперва не хотела, ну, они мне сказали, что мы будем тебе помогать, я тогда в банке работала, или в дому сейчас, точно не помню, мне кажется, в дому что ли работала, и им нужна была помощь, поддержка, вот, и как-то вот они меня втянули в эту общественную деятельность, вот, и я поняла, увидела другую сторону жизни, и поняла, что там тоже нужны люди, которые не просто, вот, точно, многие занимаются проблемы инвалидов, потому что у них в доме и в семье есть такой случай, да, а вот человек, который со стороны пришел, который совсем с другого мира, будем говорить, и совместно, вот, с нашими коллегами, профильными, неправительственными организациями, общественными организациями, вот, я работала вот одно время президентом гражданского альянса, вот, и это как-то тоже получалось, и я не знаю, хорошо или плохо работала, но одно время я тоже оттуда ушла, и стала, это у нас есть было, как раз я больше с бизнесменом же работала, общественная организация по поддержке малого и среднего бизнеса Ахжоу, там я работала руководителем, и как-то вот все вот это дело привело одно время, меня вот как раз у нас было одно время, вот, по Ахжайка дал доколана, вот, и я там работала, и я скажу, что я там работала принципиально нам, так скажем, без зарплаты, вот, потому что это как-то мне дело давало больше свободы, и мы стали очень много работать с общественными объединениями, это гражданами, активными гражданами, это была какая-то такая площадка, на которую люди приходили и говорили, и мы, это именно, это было больше с борьбой с бытовой коррупцией, потому что говорили, вот, там, медсестре нельзя подойти, если не подали, что там коррупп конфет, там, что-то еще такое, вот, на таком, на бытовом уровне, и, конечно, в этом деле очень много хорошо помогал мне областной Акимат, и департамент наш по противодействию с коррупцией, вот, и, конечно, я так считаю, что Адалда Калана, Акжаих Адалда Калана сыграл огромную роль, да, сплотил тоже очень много людей, и сделал такой рывок, но сейчас, конечно, Адалда Калана уже я не работаю, его сейчас нету, сейчас там другие люди занимаются, там, скажем, есть другие формы деятельности, я тоже с ними сотрудничаю, помогаю, поддерживаю, они меня со мной советуются, поэтому эта работа как бы продолжается, но уже более таком удаленном, формате. Аля Утимисовна, занимаясь общественной работой, именно, имея такой большой опыт, я понимаю, к вам приходили люди с разными проблемами, в это нужно было вникать, да, вы старались помочь всем, протянуть, да, руку помощи, но вот скажите, пожалуйста, все-таки в свой адрес вы слышали больше слов благодарности или критики? Ну, вообще-то критики, потому что, я так поняла, чем человек больше работает, да, и человек, его видно, а когда тебе видно, видны твои в основном какие-то просчеты, ошибки, конечно, я человек, я не ангел, и у меня тоже, наверное, есть какие-то ошибки, может быть, какие-то пробелы воспитания, может быть, да, вот, и поэтому, конечно, но я уже знаю, что если ты хочешь заняться, быть публичным человеком, если ты хочешь быть активным, то ты не готовься к лаврам, почтению, всеобщему любованию, уважению, как почитать, по это, глубокому такому, ты больше готовься к тому, что у тебя будет критика, будет тебе даже, может быть, какие-то, ну, недружелюбность, тем более, что сейчас в этих социальных сетях, первое время, конечно, это меня все шокировало, а теперь я поняла, что, к сожалению, это становится частью нашей жизни, и люди, которые сейчас многие активно занимаются общественной работой, молодежь, я им говорю, когда они приходят со слезами, вот, я то-то, то-то, а мне вот так, я говорю, как ты как хотел, и я так думаю, что и нашим государственным служащим, да всем, ну, надо как-то быть уже защищен, и готовиться к тому, что это хорошо, что про тебя говорят. Как вы это все сами воспринимаете? Я думаю, знаете, или сейчас вы относитесь ко всему проще? у меня одна подруга сказала, Лея, ты не доллар, чтобы тебя все любили, и даже сейчас есть такие экспортные мнения, вообще отказаться от доллара и так далее, и вообще, когда мы занимаемся работой, мы же не добиваемся любви, да, мы хотя бы рассчитываем на уважение, и я так думаю, что занятия активной общественной работы, ну, больше меня некоторых людей вызвало разочарование, и какое-то, может быть, ну, ну, проявило их как, ну, не любят, ну, и хорошо, и это нормально. А что вас не любят, как вы думаете, за прямоту в первую очередь? конечно, да, у меня есть небольшие недостатки, я очень прямой человек, я с собой ничего не могу поделать, говорю прямо, и часто даже, вот, руководителям, вот, говорю правильно, глаза, корректно, конечно, ну, это, мне даже делали замечания, говорят, что, ну, как бы, не надо бы, но я иногда думаю, кто, если не я? А есть поступки, о которых вы жалеете? Может быть, кого-то ненароком обидели? Ой, масса, масса таких, да, есть, конечно, есть, но вы знаете, но я же тоже ведь не штирлиц, который заслан глубоко в тыл врага, я живу среди своих, в своей стране, да, со своими друзьями общаюсь, и не друзьями, да, поэтому, конечно, и мы все не ангелы, и это нормально, я очень спокойно отношусь к людям, ну, кроме вот этой нецензурщины, и кроме оскорбления вот людей, там, я тоже не очень люблю, когда люди оскорбляют по национальному, да, расовому, половому признаку, есть такие у нас, к сожалению, там, моменты, и когда, иногда тоже я грешу, конечно, но уж совсем переходить на такие вот оскорбли личности, не желать, ну, тоже вообще нельзя, недопустимо, но, к сожалению, сейчас-то у нас такое время, когда мы видим все, и слышим все, ну, наверное, в этом-то, наверное, цель, чтобы как-то человек становился лучше, мало ли, что кругом творится, надо оставаться человеком, но, я хочу сказать, что, вот, хорошо и нормально, что, когда ты занимаешься делом, и тебя критикуют, иногда не обоснован, быть может, да, ну, а что делать, бывают такие моменты, я научилась тому, что ко всему относиться философски спокойно, почему, потому что, если ты хочешь быть публичным, известным человеком, заниматься активно общественной работой, то я тоже, однозначно, не надо преследовать всю народную любовь, понимаете, или же какое-то восхищение, скорее всего, будет все наоборот, и вот в этом, в этом ракурсе, вот оно и как бы тебя подтачивает, что карандаш, чтобы подточить, все-таки точилка нужна, которая стружку твою снимает, а так, если будет тобой восхищаться, хвалить, я думаю, что, ну, тоже расслабляет человека, а наоборот, закаляет вот такая обстановка, но бывает, что действительно обидно, бывает незаслуженно, бывает просто преднамеренно, вот, но были такие ситуации в вашей жизни и немало, но вы легко прощаете этих людей? Ну, как-то да, я человек быстро... Или остается какой-то осадок в душе? Ну, если честно, то, конечно, таких случаев у меня немало, есть такие, но я стараюсь об этом не думать, не знать, но есть вещи, которых можно простить, но забыть невозможно, но это уже их проблема, я так думаю, потому что я со своей стороны сделала все, что могла, а если человек как-то это, ну, не понял, или я, может быть, как-то это преподнесла неверно, это уже, не знаю, не мне судить. Алина Утимисовна, мы знаем, что вы занимаетесь благотворительностью, помогли очень многим людям, это даже, давайте напомним, да, какой-то год вы оплачивали съемную квартиру незнакомой семье, принимали участие в благотворительных аукционах, помогали пострадавшим от паводков, и это только часть, да, того, что вы сделали для людей, а вот что для вас, показатели качественной благотворительности, откуда такая потребность помогать людям? Ну, ведь человек же, вот даже иногда животные помогают друг другу, да, а человек тем более, но, понимаете, у нас сейчас как-то принято это все показывать. Я помню, я, это, в 21-й школе там был случай, нужно было одному молодому человеку там, к себе одеться, и мы там купили кое-что, и он, парень 9-го класса, и говорит, пожалуйста, не фотографируйте меня, мне нравится моя одноклассница в параллельном классе, мне будет стыдно, если вот она увидит, что, допустим, эту куртку купили, вы понимаете, и я думаю, что у нас, к сожалению, благотворительность нужно озвучивать, рассказывать, что вот этому человеку я, я, например, стараюсь по мере возможности, потому что я не совсем богатый человек, в материальном плане олигарх, вот, но по мере возможности, если есть возможность, да, оказать помощь, и потом, ведь не всегда же нужно еще материально, понимаете, неважно дать человеку рыбу, надо подать удочку, вот, помочь человеку, как бы определиться, вот, ко мне тоже много обращались люди, да, допустим, помогите там, вот совсем без денег, потом, когда узнаешь, оказывается, у человека есть какая-то профессия, да, найти, помочь ему работать, работу, как-то подсказать, да, там, что надо сделать, чтобы получить, потому что у нас очень масса всяких государственных программ, там, обучение и прочее, прочее, да, в конце концов, идешь по городу, там, требуются различные, там, ну, может быть, не высоковолифицированные, но, тем не менее, есть же работа, тоже где-то так подсказать, и не обязательно идти и просить чего-то, потому что, когда я иду на прием, ходил на прием граждан, ну, из 10-9 просят денег, вот, причем, просят такие здоровые, молодые люди, девушки, женщины, да, и я стараюсь интересоваться, а как у вас профессия, где вы живете, и стараюсь, вот, чтобы у человека был свой, маленький, но свой доход, ну, в смысле, где-то, потому что это и социальное отчисление, да, ну, есть, вот эта программа по занятости, да, то есть, конечно, это невеликие, небольшие деньги, но это лучше, чем ходить и просить, у нас даже такие моменты, когда многие ходили от депутата к депутату, вот, и один мне сказал, что вот, один дал 10 тысяч, завтра еще 10 тысяч, вот, в неделе я зарабатываю, там, по походам к этим депутатам, по 20-30 тысяч, то есть, это тоже порождение какой-то, иждивенцы, потому что, отнимает время, и можно было бы другим нуждающимся помочь, а тут люди, то есть, эти факты есть, и их, правда, не говорят вслух, боятся обидеть, или как-то, вот, но я думаю, что это хуже этим помогать, чем лучше этому человеку дать совет и помочь устроиться на работу, в конце концов. Спасибо. Ну, вот стресса в вашей работе предостаточно, как вы с этим справляетесь, есть ли у вас какое-то хобби, в чем находите свою перезагрузку, так как сейчас вы говорите, в течение вот нашей программы, вы говорили в основном о работе, общественной, о делах, ну, конечно, это для человека, любого человека, важна семья, вот, семья у меня хорошая, я до сих пор общаюсь очень близко со своими близкими, родными, и у меня есть дочка, зять, внучка, да, я с ними тоже всегда на связи, правда, они сейчас в Астане живут, но, тем не менее, они у меня есть, и потом есть друзья, подруги, их стало со временем все меньше, даже, вот, где-то совсем три штучки. Ну, есть настоящие, на которые всегда можно положиться. Есть, да, конечно, да, вот, и, конечно, сейчас я вижу свою задачу больше уделять внимание семье, но и по мере возможностей, в этом есть нужда, и обращаются, то я, конечно, оказываю сейчас какую-то помощь, моральную в основном, для тех, кто сейчас хочет еще идти депутаты, особенно сейчас очень много молодежи, самовыдвиженцев, да, идут, они меня уже спрашивают, что и как, как, ну, эти молодости, что делать надо. То есть, недавно, буквально вчера, значит, я принимала участие в работе пепетического совета, дом малюток, ну, меня там, как-то вот так сделали, что я уже председатель пепетического совета, они считают, что я смогу помочь, решать какие-то проблемы, хотя, там проблемы больше, наверное, морального характера, государство все дает этим маленьким детям, которые остались в опечении государства. То есть, человек, который хочет, может, то он не сможет оставаться без работы, даже находясь уже на заслуженном отдыхе, будем так говорить. То есть, вы хотите быть полезны обществу? Ну, да, потому что, знаете, у меня такое, какое-то это, может, решение, что, вам не до отдыха, то есть, хотя вы мечтали, когда-то, вот, выйду на заслуженном отдых, буду лежать дома, да, на дипане, с газеткой в руках. Хотелось бы, конечно, но я так считаю, что там есть какой-то, ну, ладонесе, и, может быть, это не я делаю все, а с меня так направляют, или делают, то есть, я иногда смеюсь, думаю, может быть, за те грехи, которые работала в банке, там же под проценты деньги давали, вот, но я так считаю, что человек не должен говорить, я работаю, делаю добро, я думаю, что это все-таки, ну, откуда-то свыше тебя выбирают, чтобы ты, испытать тебя, чтобы, как посредником, чтобы данному другому человеку, ты оказал какую-то помощь, я так отношусь к этому, я не считаю, что я это, ну, раз Всевышний дает мне силы, возможности, да, желания, да, то это, наверное, он просто меня, как сказано в святых писаниях, как испытание, или как посредника для оказания помощи, и потом, знаете, я пришла к выводу о том, что знание, образование, это энергия, то есть, ты можешь, это платье, можешь износиться, там, посуда, или там, я не знаю, золотое колечко можно потерять, да, там, богатство может, дом сгореть, не дай Бог, но знание, если человек в трезвом уме и твердой памяти, это нельзя отнять, человек это знание, образование остается, воспитание, культура остается, и оно, это превращается в энергию, если у тебя есть знание, образование, ты не сможешь лежать на диване, вот в чем проблема, и вот оно тебе толкает, эта энергия. Ну, вы точно уж не сможете лежать на диване, это понятное дело, а летиме... Поэтому я говорю, что с одной стороны, много учиться тоже, наверное, вредно, а вот какие еще есть у вас увлечения, хобби? В детстве нас воспитали же к спорту, конечно, мне нравятся и пешие прогулки, да, и особо я люблю плавать, я же по знаку рыбы, наверное, поэтому рыба, потом вот я все-таки надеюсь, что все-таки учусь хорошо готовить какие-то выпечки, я стала сейчас много всяких возможностей, рецептов и так далее, а так я думаю, что посвятить себя вот чтению, потому что, к сожалению, да, я кроме последнего законодательства и нормативных актов, ничего, да, в последнее время ничего не читала, я думаю, что надо читать больше, и потом я всю жизнь мечтала, ну, завидовала тем, кто что-то может делать руками, там, что-то вышивать, что-то есть, много же таких возможностей, в будущем тоже хочу этим заняться, но вообще я хотела бы больше обратить внимание на воспитание внучки, я на пятом классе учиться, надо все-таки больше давать ей язык, ну, там, наши государственные, другие языки, хотел бы, чтобы она училась хорошо, заниматься ее воспитанием, потому что я помню все, что мне сказала моя бабушка, ее воспитание, да, что надо делать, что не надо делать, вот, я думаю, что роль бабушки тоже надо исполнить. Спасибо. А вот дочери передались какие-то ваши качества? Ну, знаете, дочка у меня тоже очень умная, такая хорошая девочка, но она вот, тоже занимается... Ты так мало о ней рассказали. А, да, моя дочка, да, моя дочь очень удивительный человек, ее зовут Анара, она тоже живет в Астане, она закончила вот наш нархоз, и тоже училась в Англии, изучала язык, вот сейчас она вместе с мужем занимается там своим бизнесом и тоже помогает ему в общественной работе, вот она очень умная, грамотная человек, ну, вы знаете, сейчас молодежь, как-то вот все-таки время такое, что ли, им надо зарабатывать денег, понимаете, то есть нам, моему уже поколению, когда уже ты отработал, что-то ты там накопил, и что-то у тебя есть, ты вот уже нуждаешься отдавать, да, а я замечаю, что у моих молодых коллег, да, не хватает времени, нам больше общественной работы, потому что им нужно вот сегодня и сейчас заработать денег. Вам большое спасибо, что вы пригласили, я, кстати, конечно, немножко удивлена, я думаю, что есть более интересные люди в нашем городе, да, в нашей области, но спасибо большое. Я считаю, что сейчас у нас, ну, вообще не только у нас, в целом в стране, в мире, есть уже очень много проблем, которых надо решать, и я думаю, что в решении этих вопросов не только нужно уповать, там, на создателя, на кемат, там, я не знаю, на еще кого-то, все-таки быть более активным, включаться, и кроме, не только критики оголтелой, но и еще выносить предложения. Я вот много работаю со нашими государственными органами, пришла к выводу, что наши государственные органы уже и даже сами просят, нуждаются в этом, вот, и поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы, говорят, что, ну, многие говорят, я не хочу заниматься политикой, но невозможно, если не займешься, то политика займется тобой, и все, что происходит, оно влияет на нас, на конечного потребителя, как говорят, поэтому я хотела бы всем пожелать здоровья, благополучия, и чтобы люди были счастливы в нашей стране, в нашем городе. Ну, а я благодарю вас за участие в нашей передаче, хочется пожелать вам только женского счастья, крепкого здоровья, пусть ваша жизнь будет наполнена только интересными и значимыми событиями, пусть ваш труд всегда будет востребован и оцененный по достоинству и приносит только радость и удовлетворение. Спасибо большое, Володя. Иногда всего лишь один уверенный шаг решает гораздо больше, чем весь пройденный долгий жизненный путь. Он способен изменить судьбу человека. Единственное, что имеет значение, сколько света вы изучаете на этом жизненном пути. А на этом я с вами прощаюсь. Встретимся ровно через неделю на телеканале Акжаик в передаче Дорога жизни. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова